МТК видео на Магаданском телеканале Кратковременные дожди в городе идут с понедельника. Спокойной и самой теплой на этой неделе погода будет в четверг, 28 мая. Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к проведению парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах 24 июня. По его словам, пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден. 24 июня в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Глава государства отметил, что в день парада победы 24 июня провести марш бессмертного полка не получится, так как невозможно обеспечить выполнение жестких требований безопасности и дистанцирования. Планируется, что бессмертный полк в российских городах проведут в день военно-морского флота России 26 июля. Напомним, 9 мая торжества в честь 75-летия победы прошли в усеченном виде из-за пандемии коронавируса. Утром в день победы состоялась только авиационная часть, а бессмертный полк прошел в онлайн-формате. 3 июля магаданские выпускники напишут ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Рособраннадзор назвал новой датой проведения единого государственного экзамена в 2020 году. 6 и 7 июля школьники сдадут русский язык, 10 июля математику, 13 июля физику, историю, 16 июля химию и общество знания, 20 июля биологию, а также письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля устную. Выпускные экзамены в Магадане проведут в шести школах, 20, 1 лице, 13, 24, 30 и английской гимназиях. Пункты сдачи всем необходимым оснащены, все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, выпускников рассадят с соблюдением дистанции в полтора метра. ЕГЭ в областном центре напишут 621-ти классников. Новые требования – это разуплотнить классы, где будут проходить экзамены. Новые требования поставили по рециркуляционным установкам, чтобы очищать воздух в помещении. Честно говоря, задача не из легких, вопрос даже не денежный. Найдем ли мы сегодня такое количество рециркуляционных установок, которые будут обеззараживать воздух в тех помещениях, которые будут проходить экзамены. Изначально основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая. Однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, чтобы настроить систему и не допустить сбоев. Основной этап проведения единого экзамена начнется 3 июля, вторая волна – 3 августа. Резервные дни для сдачи экзаменов запланировали на 24 и 25 июля. На Горького 11 армируют и заливают лестницу. С приходом тепла коллектив комбината «Зеленого хозяйства» приступил к комплексному благоустройству города. Ремонт лестниц начали с улицы Горького. По словам директора комбината «Зеленого хозяйства» Алексея Гаврилова, за предстоящее лето необходимо отремонтировать большой объем пешеходных зон в центре города и в отдаленных микрорайонах. Наше учреждение проводит большой комплекс работ по благоустройству нашего города. Одна из этих работ – это ремонт лестниц, восстановление, реконструкция, либо строительство новых. В данном году у нас запланировано произвести то или иной ремонт на 25 лестниц города Магадана. В позапрошлый год и в прошлом году производили ремонт порядка 20 лестниц. В городе более 300 маленьких и больших лестниц. Все они нуждаются в ремонте или реконструкции. Алексей Гаврилов говорит, что рано или поздно все они будут приведены в надлежащий вид. Бригада специалистов, выполняющих эту задачу, была создана не так давно, но среди них только опытные профессионалы, которые способны не только быстро, но и качественно справиться с необходимым объемом. В их зоне ответственности микрорайоны «Сокол», «Пионерный», «Третий» и другие. Материал для ремонта лестницы, а именно заливки, опалубки, специалисты КЗХ изготавливают на месте самостоятельно, не прибегая к помощи ГЛУД и асфальтобетонного завода. МЧС предостерегает предпринимателей от действий мошенников, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за некоторую сумму денег обещают закрыть глаза на выявленные нарушения. По словам представителей МЧС, в группе риска находятся бизнесмены, которых затронули ограничительные меры, введенные на фоне пандемии. Ложные сообщения о проверке с участием Госпожнадзора и других служб поступают по телефону, в соцсетях и при личном посещении предприятий. Представляясь сотрудниками ведомства, мошенники предлагают в обмен заново заграждения решить вопросы с обнаруженными проблемами. Возможны такие варианты, когда мошенники пытаются продать то или иное противопожарное оборудование, например, автоматическую пожарную сигнализацию, при этом просят перевести денежные средства на телефон. В очередной раз информируем, что сотрудники МЧС России не занимаются коммерческой деятельностью и продажи какого-либо противопожарного оборудования не производят. В ведомстве подчеркивают, что лучший способ избежать действий злоумышленников посетить официальные сайты МЧС и его территориальных подразделений, где размещены сведения о должностных лицах и их контактные данные. По телефону доверия можно проверить информацию об участии определенного сотрудника в надзорных мероприятиях в отношениях конкретного объекта. Эта информация находится в открытом доступе. В мэрии Магадана подвели итоги конкурса «Моя маска, моя защита». За несколько недель участники прислали более ста работ. Прямоугольники 14 на 18, которые хорошо закрывают нос и рот. Главные условия творческого состязания. Средства индивидуальной защиты организаторы предлагали украсить любым способом. Целый интересный набор масок на правила курсанта клуба «Подвиг» или «Магадан Энерго» приняло участие, тоже работники. Но я хочу напомнить, что жюри оценивало по критериям, в первую очередь, это функциональность, то есть чтобы эту маску можно было одеть и использовать. Но, конечно, это творческий подход, оригинальность. Фланель и лен, шелк и марля. В изготовлении средств индивидуальной защиты использовали разные ткани. Маски вышиты жемчугом и кружевами, украшены стразами и аппликациями. На них нанесены фирменные эмблемы и лозунги, некоторые даже связаны на спицах. Были работы с нашивкой в виде цветов и пожеланием «Будь здоров!» из обычных ниток. По словам Юрия Казетова, сложно было определить одного и абсолютного победителя, поэтому призы разделят между 12 участниками, имена которых пока держат в секрете. Награждение пройдет в торжественной обстановке после того, как в городе снимут ограничительные меры. В Магаданском областном центре образования номер один откроет один из 19 военно-патриотических центров России для детей с особыми возможностями здоровья. Ученики образовательного центра на постоянной основе участвуют в различных спартакиадах. По словам педагогов, соревнование помогает физическому и умственному развитию. Совсем недавно руководство образовательного центра решило открыть развивающий, интерактивный военно-патриотический центр, в котором стрельба из винтовки, входящая в список Олимпийских игр, является основной. Денег на реализацию проекта не было, и сотрудники воспитательного учреждения обратились к руководителю регионального волонтерского центра Игорю Розинову. На просьбу Игорь Розинов откликнулся сразу и вместе с парой винтовок закупил полный комплект оборудования с компьютерной техникой, проектором и экранным стендом. К нам обратился центр образования номер один с просьбой организовать центр патриотической подготовки для детей с особыми нуждами. Естественно, мы не смогли отказать, естественно, изыскали возможности, помогли, приобрели винтовки, ноутбук, все необходимое для того, чтобы дети могли полноценно развиваться, стать полноценными членами общества. И в конце концов, это наши общие дети, мы должны помогать. Детям с особыми возможностями интерактивный центр даст шанс выезжать за пределы Магадана для участия в соревнованиях на российских турнирах. Также, по словам руководства образовательного учреждения, новый центр повысит социализацию воспитанников, а тренировки на меткость с винтовкой в руке повлияют на коррекцию зрения, сколиоза и прочих нарушений физического здоровья. «Развивая военно-патриотическое воспитание в нашем центре, все время была большая такая, наверное, педагогическая коллектива наших учащихся создание военно-патриотического центра. Сегодня, благодаря как раз Розинову Игорю Николаевичу, эта мечта наших учащих осуществилась. А для наших детей, кроме того, что мы занимаемся большой такой воспитательной задачей, как все-таки, чтобы наши учащиеся любили родину, знать, что такое отчизна, чтобы понимали, кто такие солдаты, как стать защитником Родины, и знать немного о военной той же технике, о военном оборудовании, создание как раз и публиковало тогда военно-патриотического центра». Сегодня оборудование для интерактивного центра закуплено. В отдельном здании на территории Магаданского областного учреждения образование номер один уже заканчивают ремонтные работы. Официальное открытие состоится в День знаний 1 сентября. Во второй половине текущей недели магаданцам нужно подготовиться к переменчивой погоде с осадками. Кратковременные дожди в городе идут с понедельника. Осадки короткие, поэтому дождливой такую погоду не назовешь. Однако ливни все-таки ждут в предстоящие выходные. Спокойной, самой теплой на этой неделе погода будет в четверг, 28 мая. Гидрологическая обстановка в регионе остается благоприятной. По информации сотрудников главного управления МЧС по Магаданской области, на реках отмечается спад волны весеннего половодия. Неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не зарегистрировано. Подтоплений населенных пунктов нет и не прогнозируется. Лед остался только на водохранилище, на остальных водоемах – открытая вода. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магада». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах «Магаданские сувениры и футболки» на «Ленина-7» и на рынке «Фрэш», островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы-дефис-магадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы-дефис-магадан.рф 28 мая в Магадане без аса. Температура воздуха ночью плюс один, плюс пять. Днем 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный 4,10 м в секунду. Относительная влажность воздуха 64%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92.